приветствую вас на сегодняшней презентации которая извините что-то отключилась да или нет презентацию видно или нет не видно но тебя слышно все причине она пропала в общем презентации которая посвящена разработке основанной на поведении или behavior drive and development вкратце беде это один из подходов к отработке программного обеспечения в agile итак начнем эта информация про меня вам еще будет выслана презентация поэтому если по итогам останутся какие-то вопросы предложения пожелания то вот мои контакты и мэйл и skype иди о чем я буду говорить в первой части презентации поговорим про истоки bdd что на себя представляет какие его принципы во второй практической части вкратце расскажу про питонский фреймворк behave некоторые его особенности хитрости ну и также скажу пару слов про роль огурцов в разработке программного обеспечения и так большинство из нас работает в agile agile говорит что мы постоянно общаемся делимся информацией мы фокусируемся на том чтобы как можно скорее получить работающий код потому что общаемся с заказчиком в этом общении у нас могут меняться наши требования и в общем то это суть agile и запомните эти четыре пункта если вот про общение взаимодействие заказчика мы еще будем вспоминать не раз то сейчас обратим внимание на один из подходов который отвечает на вопрос ну по-своему отвечает на вопрос как получить работающий код и к тому же готовый к изменениям требований или рефакторингу это тест drive and development разработка через тестирование ну я думаю все слышали что код написанный по принципу сначала тесты получается более чистым лучше структурированным его проще рефакторить и есть даже исследования которые показывают что если мы пишем все эти все это огромное количество тестов сначала до того как создадим код то в итоге у нас все равно получается быстрее потому что мы меньше имеем бага меньше тратим времени на отладку ну словом разработка становится проще и методика довольно отличная но она не работает а не работает она потому что в принципе даже те кто знает что сиди это превосходный подход на деле редко им пользуются и то есть некоторые причины причина может быть в том что нам не интересно писать тесты нам может не хватать времени когда требуют чтобы поскорее был создан рабочий еще код некоторым разработчикам бывает просто непонятно как это начинать тестировать то что еще не готово вот и кроме того менеджерами заказчикам также не особо понятно зачем мы столько времени тратим на тестирование зачем оно нужно потому что если код есть он рабочий то это им понятно а что такое тесты то это для них что-то техническое и дэн норс который собственно придумал биде он утверждал что вообще заказчики отключаются дискуссии когда речь заходит о тестах но это не совсем правильно и поэтому он предложил усовершенствовать тест-драйвинг-девелопмент причем в довольно простой способ заменить слово тест на слово поведение и вот что из этого вышло допустим мы пишем реализацию стека в тест-драйвинг-девелопмент часть работы мы бы описали так то есть протестировать что когда к стеку из элементов мы добавляем еще один элемент то элемент окажется наверху стека в битте это выглядит в более описательном формате есть таки элементов когда мы добавляем еще один то он оказывается наверху казалось бы мы просто перефразировали тоже то же самое просто перефразировали но результат получается гораздо глубже во первых мы описываем все это человеческим языком то есть domain specific language язык заказчика во вторых обратите внимание на эти слова given, when и then про них мы поговорим в следующем слайде и так BDD во первых BDD расширяет тест-драйвинг-девелопмент то есть нам больше не нужно писать тесты перед написанием кода у нас есть спецификация которая описывает поведение того что мы разрабатываем и уже опираясь на него мы собственно реализовываем наш код это более логично дальше ключевые слова given, when и then по сути это отображение логики HR это логика она используется для проверки работоспособности правильности программ но у нас опять же вместо того чтобы использовать логику предикатов мы используем понятный человеческий язык также BDD дополняет дизайн по контракту потому что по сути наши given и then это предусловие и пас условия которые определяют контракт нашего кода но самое главное это то что с BDD мы наконец-то получаем некий язык который будет общий и для заказчика и для разработчика и для менеджера то есть он для всех будет понятным и этот язык выглядит приблизительно так ну я загуглил первый более менее адекватный пример сценария BDD и для тех кто работает по скраму картинка в принципе должна быть привычна у нас краткий заголовок дальше описание этот формат мы я думаю тоже знаем S кто-то там I want что-то South Z и дальше какие получая преимущества и этот момент довольно важен потому что мы говорим что описываем сценарий языком заказчика domain specific language нет так ну я продолжаю вот мы говорим что описываем языком заказчика наш сценарий но при этом заказчика может выступать кто угодно пользователь DevOps из соседней команды наш коллега мы сами и при этом собственно и язык может быть разным мы используем разную терминологию поэтому мы собственно и указываем I as user I as DevOps I as developer и так дальше вот когда мы пишем такой сценарий то нужно следовать некоторым принципам во первых мы описываем поведение не вид не реализацию а именно поведение то есть например можем написать вводить сообщение об ошибке но не выводить красное всплывающее окошко со шрифтом 42 кегля но разве что если мы пишем генератор всплывающих окошек и правильный шрифт и цвет это действительно часть поведения тогда да вот но так мы описываем поведение и только поведение при этом опять же повторюсь используем язык понятный заказчику DSL и реализуем бизнес-ценности вот на следующем слайде бизнес-ценности указаны словом benefit можете попробовать его найти это шаблон спецификации в BDD как его предлагает опять же видим много общего с юзерсторией по сути это она есть то есть у нас есть съемки заголовок описание которое включает роль стыкхолдера и дальше у нас есть ряд сценариев с ключевыми словами given, when и then и собственно хорошая новость в том что мы вот такой текст можем сразу скопировать в наш проект и запустить в виде тестов ну конечно при условии что вы уже реализовали в коде шаги сценария и как это делается мы поговорим в следующей части вот и пока подытожим что ну это такая немного философская картинка о том что ну я расцениваю так что если не важно какой подход мы выберем главное что он чтобы он работал или что не стоит советоваться способом и так подытожим BDD позволяет тестировать наш код на соответствие спецификации при этом спецификацию пишет заказчик или в сами или вместе с нами и выражает он ее в терминах области знаний самого заказчика но уже конкретная реализация она пишется ну уже пишешь реализуется в коде как это выглядит на практике во второй части итак в питоне есть два популярных тестовых фреймворка это behave и lettuce с lettuce я к сожалению дела не имел поэтому остановимся на первом и оба используют язык описания сценариев который называется геркин геркин переводится как корнишон впервые появился в руби фреймворке под названием cucumber и решение использовать этот язык было настолько удачным что впоследствии фреймворки на других языках использовали руби коды из cucumber чтобы собственно парк 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 геркин вот ну помните начали горят про курсы так вот они геркин к кумбар хорнишон и огурец и так геркин выглядит так сразу бросается в глаза теги они выделены зеленым слева вверху не будем на них особо застрять внимание просто скажу что теги это очень полезная вещь при разработке при ся и с их помощью можно включать или исключать как полностью всю спецификацию в геркине называется фиши или отдельные ее сценария вот ключевые слова выделены синим фиши это описание спецификации одно на весь файл по сути должно содержать емкий заголовок дальше бэкграунд может быть может не быть он описывает нас начальное состояние которое общее для всех сценариев которые определены ниже документация говорит что бэкграунд должен быть максимально простым и понятным потому что если нам когда мы смотрим сценарий приходится скролить вверх чтобы посмотреть а какой же был бэкграунд то это означает что что-то пошло не так в сценариях может быть несколько given несколько when и несколько then но при этом они должны идти именно в таком порядке то есть given нам дает некоторые прикондишены when описывает действие которое должно быть выполнено и then post condition который собственно проверяет что мы попали в нужную нужную ситуацию геркин не запрещает нам в одном сценарии после then поставить опять given но это будет больше семантическая ошибка потому что все-таки один сценарий проверяет какое-то конкретное действие или набор действий с заданными пост условиями вот и дальше геркин еще поддерживает такую конструкцию как scanner outline это значит если у нас сценарий отличается друг от друга только данными то можно записать данные в таком сокращенном виде по сути у нас тут не один а три сценария один сценарий для лягушки два для разных моделей телефона есть несколько способов параметризировать шаги в геркине можно передавать текст или таблицу кстати не надо путать таблицу с skinner outline потому что здесь у нас именно один сценарий и в код который реализует наш шаг будет передаваться вся таблица с name и department но чаще всего нам нужно в степ в шаг передавать простой параметр как показано на примере внизу параметра может быть несколько выделять их кавычками не обязательно так принципе понятнее где параметра где неизменяемая часть шага то есть мы тут внизу given some value is true могли бы передать false, none или все что мы пожелаем и в принципе это будет эти данные будут передаться в один и тот же код еще такая небольшая особенность геркина про которые довольно часто забывают то что не обязательно писать given 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 или when 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 мы рассказываем истории поэтому and и bad будут смотреться лучше то есть тут в нашем примере and играет роль then так как and идет после then следующий and опять же будет играть роль then и так дальше вот собственно это в основном основы геркина и обычно когда наши фичерс то что мы тут просмотрели уже готовы то нужно приступать к реализации шагов описанных в собственно в этих фичерс но пока этого делать не будем и давайте сначала посмотрим что будет если мы попытаемся их запустить эти сценарии ну для начала как настроить фреймворк для какого-то проекта вот патчарм имеет отличную поддержку behavior latius и в принципе чтобы начать его использовать несколько нужно простых шагов в настройках мы находим btd выбираем нужный нам фреймворк после этого конечно же устанавливаем behave и в нашем проекте еще нужно создать папку под названием фичерс это в корне проекта там где у нас этап requirements здесь же у вас может быть папка тест для юнит тест вот теперь если на этой папке нажать alt insert или правой кнопкой выбрать new то у нас патчарм предложит создать геркин файл собственно если в конечном итоге у нас папка будет вот слева видим слева у нас будет еще папка степс но тут у нас тут лежит еще файл под названием степс не спешите его создавать еще скажу почему вот здесь я попытался запустить тестовый сценарий и естественно все три шага провалились потому что для не для одного из них я не написал реализацию и мы видим вверху справа в редакторе шаги выделены то ли коричневым то ли грязно-зеленым смотря какой у вас монитор это означает что у шага нет реализации и в принципе такая подсветка в патчарма это очень полезная функция потому что мы сразу видим например что в описании шага допустили опечатку и вот если поставить на таком шаге курсор и нажать alt enter то патчарм предложит нам создать реализацию виде какой-то балбанки в общем все замечательно все удобно хотя есть ложка дегтя что вот если в степс у нас уже есть файл который не был создан патчармом то патчарм по какой-то невидомой причине не сможет него положить новый код то есть наши новые степы которые мы создаем и еще он по умолчанию пытается создавать шаги не в папке steps в папке steps implementation и даже если мы явно указываем что нам надо реализацию шагов положить в папку steps то все равно будет создана пустая папка под названием steps implementation не знаю но на днях вышла новая версия патчарма может быть это уже пофиксили ну если эти такие мелкие баги обойти то работать с патчармом в принципе довольно удобно вот естественно можно пользоваться behavior без него то есть использовать интерфейс командной строки вот если структура нашей наших папок такая как я показал раньше то мы просто переходим в папку нашего проекта есть директория фичерс вводим behave нажимаем enter и в принципе все параметры по умолчанию их достаточно чтобы запустить наши сценарии мы видим что бихай выводит некоторые некоторые информацию про то что как шли тесты и естественно опять же они у нас упали и значит как мы видим их еще предлагает нам базовую реализацию отсутствующих шагов самом низу ну это довольно хороший правной пункт их можно скопировать ставить наш код но на деле шаги должны выполнять что-то большее чем просто разить exception и значит как мы реализовываем эти шаги мы просто импортируем функции для ключевых слов given been is then и используем их в качестве декораторов ну вот самый простой способ получить параметры из нашего степа он опять же понимается как аргумент первый аргумент контекст он связывает между собой шаги то есть мы можем сохранить в нем определенные параметры которые будут потом доступны по следующим шагам в рамках одного сценария ну контекста есть еще много полезных свойств но лучше уже за этим обращаться к документации чтобы шаг считался выполненным мы должны чтобы он считался ну да чтобы он считался выполненным он должен пройти без исключений вот если мы хотим чтобы шаг провалился мы разим какое-то исключение самый простой способ как мы тут видим использовать assert statement к сожалению у Behave нет таких удобных методов как у тест-кейса в юнит-теста но это можно легко исправить всего в пару шагов значит итак шаг 1 в папке features мы создаем особый файл под названием environments.py это специальный файл он в нем мы задаем хуки Behave пока нас интересует только один хук под названием before all я думаю название горит самого за себя мы сохраняем в контексте инстант тест-кейса этот трюк работает по моему начиная с питона 3.2 и еще в портированных версиях в ветке 2.7 но в принципе и в более старых версиях это тоже работает там просто надо еще в тест-кейс передавать дополнительно параметры ну и шаг 2 мы используем в наших реализациях степов методы из тест-кейса так как используем их обычно собственно это достаточно и в итоге когда у нас тест упадет то Behave покажет на каком шаге он упал а stack trace прошу прощения будет содержать от форматировано сообщение информацию от строки где была был сгенерирован exception то есть мы видим тут в данном случае строка 7 собственно все у вас будут такие методы как assertRises, assertRagex, assertIn и к тому же они по умолчанию будут выводить довольно полезные сообщения об ошибке еще не небольшая такая хитрость по поводу Behave может быть для кого-то это не хитрость вовсе значит одна и та же реализация может иметь разные описания чаще всего так бывает когда например шаг присутствует в given event текст один и тот же но разные ключевые слова вот мы можем применять сколько угодно декораторов для одного и того же кода еще шаг может иметь какую-то реализацию по умолчанию и расширенную реализацию с параметрами вот тут нам помогает ключевой аргумент по умолчанию роль пользователь и мы можем поменять но иногда бывает нужно объединить несколько шагов или вызвать один шаг из другого так можно тоже делать но в принципе этим злоупотреблять не стоит вот напоследок еще один такой маленький секрет что нам не обязательно создавать реализации шагов с нуля я на скидку нашел два репозитория с готовыми шагами первый используется вместе с Django Behave который кстати сам по себе хорошая вещь а второй используется для тестирования веб-приложений вот собственно на этом все оказалось чуть короче чем я ожидал вот здесь несколько полезных ссылок потом можете по ним перейти когда получите презентацию ну и все спасибо за внимание жду ваши вопросы ну вот задавайте какие запитания не упоминал но я со своей стороны расскажу что но я бихий використовую на нас на поэкти на справді дуже корисна штука там таких других таких пара додатковых речей можу досказать наприклад степи можно ре-юзать. Вот, например, я настворювал, у меня что есть? У меня есть окремый тест на каждую аппликацию, которая у нас есть в системе, есть окремые фичи для интеграции, инфраструктуры тести, acceptance тести, типа и то и тому подобное, application тести, и в каждом есть фичи файл, и в каждом есть свои степы. Так вот, фишка в том, что я эти степы могу ре-юзать. Например, у меня есть acceptance тести, но там тоже нужно зберегать певную иерархию. Вот, например, у меня есть acceptance тести, которые проверяют базовую, базовую роботу, ну типа базовую, рабочую, как это сказать, работоспособность? Процездатность. Да, о, дякую. Базовую процездатность каждого из всех аппликах, вот, и я просто использую эти степы, которые уже есть заимплементованы, да, очень классные такие штуки. Вот. И, до речи, стосовно теги, теги тоже используются очень часто. Вот, например, тоже такая штука. У нас есть тести, которые запускаются на локальном инвирменте, есть тести, которые запускаются, например, на амазонских инстанциях, да, то я просто ставлю на сценарий або на фичу цілу тег AVS, ну типа тег AVS, и я ставлю тег, там, например, собачка, ралли, что-то там, ось, и я, например, что-то задеваю, я хочу прогнати тести... А, все, там сразу идет дискуссион. Я хочу прогнати тести тільки для цієї юзерстории, я просто, ну типа, маркою скажу, что такие-то, запусти мені тільки тести з таким-то тегом. Вот. Тобто, вот такая вот штука. Ну і ще один додатковий айтем, це я недавно з цим стикнувся, якщо ви, ну, на степ implementation в метод не можна ставити інших декораторів, окрім вен і зен, ну, по крайней мере, я не знайшов, як це зробити, тому що, якщо ставити якийсь левий декоратор, то біхеїв буде казати, що, ну, типу, сорі, чувак, щось там не та. Окей. Ще таке питання, дивіться, в нас зараз може бути discussion session. Якщо у когось є якісь запитання, або, наприклад, теж хтось хоче поділитися своїм досвідом по тестам, да, по реалізації тестових підходів, які використовуються, ну, там, в когось на проєкті, то, ну, feel free. Давайте спілкуватись. Ну, насчет тегів, я их, наверное, не заслужено обошел вниманием. Еще спасибо, кстати, за дополнение. Есть еще в біхеве тег под названием whip, который, в принципе, по одному флагу мы можем заставить біхев выполнять только те шаги, которые помечены этим тегом. И, в принципе, когда мы над чем-то новым работаем, над какими-то сценариями, мы сценарий, конкретно сценарий, который нас интересует, мы его помечаем с помощью вип, и запускаем исключительно этот сценарий для того, чтобы сфокусироваться только на нем и, скажем так, не заводить всю шарманку. Вот. Насчет декораторов, ну, в принципе, гилан и вен, они ожидают, что мы, они ожидают, что им будет передана передана функция, которая принимает хотя бы один аргумент, то есть контекст. Если мы применяем какие-то декораторы на нашей функции, то мы должны убедиться, что этот декоратор опять же возвращает функцию с нужной сигнатурой. Если декоратор ее не возвращает, то понятно, что последующие декораторы применить мы не сможем. При этом нам, ну, первое, что приходит в голову, это сделать обертку над тем декоратором, который не возвращает функцию, чтобы он такие возвращал. Вот, собственно, так. Вопрос можно? Да, конечно. Есть ли смысл, если уже, будем говорить, продукт готовый, да, или какой-то фреймворк, он покрытый юнитестами, есть ли смысл? Ну, я смотрю, что он довольно более читабельным. Ну, код сам-то, сами тесты получаются более читабельными. Есть ли смысл переводить? Ну, так как можно и плюс то, что можно юнитест всунуть в контекст самого Behave, есть ли смысл переводить на этот фреймворк, ну, на Behave? Ну, мне понравилось то, что он более-менее читабельный. Потому что юнитесты, например, для фреймворка писать, ну, я писал. Они такие, если хочется что-то понять, в нем надо тупо разбираться. Ну, это может быть такой даже философский вопрос. Лично я особо смысла в том, чтобы отбрасывать те тесты, которые уже написаны, не вижу. Даже больше я видел, как на проектах параллельно существуют, ну, параллельно есть тесты и Behave, и юнитесты, и запускаются доктесты. В принципе, если тесты, если юнитесты вам тяжело поддерживать, там у нас довольно часто меняется код, приходится переписывать тесты, и это происходит проблематично, то в этом случае, ну, как по мне, это, опять же, чисто мое мнение, можно те тесты, юнитесты, которые мы переписываем, их можно убрать, а вместо них реализовать тесты на Behave. Но переписывать все просто для того, чтобы отказаться от юнитестов и использовать Behave, ну, лично я смысла особо не вижу. Но опять же, это сугубо мое личное мнение. В моей точке зору тут больше зависит, что в тебе тестуют твои юнитесты. Потому что, например, у нас, ну, типа, если брать какие-то, ну, типа, окремо взятые проекты, на деяких тестах ты просто не сможешь перейти, відмовиться от юнитестов и писать все на Behave, потому что Behave тести будут выглядеть, типа, given 2.3, там, when run this function, then 4.5. Ну, типа, ну, типа, юнитесты, они же, типа, ну, типа, они тестят какие-то такие куски маленьких незвязанных функционалов. Вот. А з іншого точки зору Behave больше предназначен для такого, для системных тестов. Ну, типа, основная его задача, да, какие-то там кинцевые, там, end-to-end и тому подобное. Вот. Там даже, ну, типа, ну, типа, дуже часто их використовывают для веб, ну, типа, в веб-проектах Behave використовывается для, ну, для Wrathlera над Силенеумом, например. Да, а там тоже есть Behave, такая штука, такой классный декоратор-браузер называется, який дозволяю вам сказати, хто, ну, типа, ну, типа, вы можете вказати, наприклад, на сценарий декоратор-браузер, да, и это означает, что этот сценарий будет там, ну, если правильно законфігурировать все, что у вас там есть в середине, вот, то ранить эти тести, наприклад, на браузере населення, либо там на чомусь иншем. Да, ну, типа, то, что мы используем у нас, например, это как раз такий самый приклад, как ты сказал Саше, что у нас живут юнитесты, у нас живут интегрейшн тесты тоже на юнитесты, и у нас окременно живут эти acceptance тесты, написанные на Behaviour. То есть у нас все такие, ну, типа, все кинцевые end-to-end тесты и acceptance тесты, они все написаны на Behaviour. Так что они реально могут жить, жить поряд, не свариться и приносить какой-то профит. Спасибо, Саша, а ты сказал про браузер, они и веб-драйвер поднимают? Да, ну, типа, ты уже подключаешь, кто там у тебя что будет. То есть Behaviour, ну, типа, он все дает тебе какие-то тулзи, что-то делать, а кто там, який уже ты веб-драйвер будешь створювати, как ты его будешь подключать, это уже ты сам сетапишь себе. Понял, спасибо. Ты можешь просто сетапить и сказать, что когда его нужно поднимать, а когда не надо. Бо, например, если ты там, ну, типа, это набагато простее, да, потому что ты вказаешь в одном степе або там в одном environment умову, сетапишь environment файл, да, и там по цей умове щось робишь, сетапишь веб-драйвер, или веб-драйвер контекст, там, и не створюешь драйвер, або створюешь, а просто в фиче файлах, да, ты просто вказаешь, треба нам, чи не треба. Тобто ты ставишь тег-браузер або не ставишь тег-браузер. Вот. Тобто тут, типа, бо, например, так что ты, звичайно, там пишешь нози-тести, да, то там, типа, ну, тут понятно, что ты уже, типа, ну, або все, або ничого. Або ты все лупашишь на цьем населенеуме, да, и у тебя, ну, там, чуть ли не своя пішка над драйвером, над браузером, або уже нічого не пишешь. Тобто там надо, там треба помудохаться, вибачте на условиях. О, тут, ну, типа, тут все достатньо, уже за тем, ну, типа, грамотні люди сели и сделали это вместо этого. Вот. Если уже мова идет про именно селенеум-тести переписать, и чтобы они крутились где-то там, где-то там, то, если это будет простее для вас, то, ну, типа, я бы радил все-таки переходить. С точки зрения юни-тестирования, то это, действительно, спирное таке питание, и, как Саша сказал, философское больше. Народ, может еще кое-что есть какие-то запитания, або что-то хочет кто-то подесказать. Ни-хто ничего не хочет дисказать. Ну, ничего, я думаю, больше... Можете показать какие-то куски реальных тестов, которые не очень секретные? Куда-то выкладывать, або скриншотить, или что-то. Можно сказать, я точно не смогу. Ну, не полностью, а там буквально кусочек якийсь. Сейчас попробую. Если я сгадаю себе пароль на гитхаб, я могу показать какие-то фичи файла. Ну, кстати, в презентации там были ссылки на два этих... В общем, готовые степы. И можно перейти по этим ссылкам и посмотреть, как эти степы были реализованы в Django Behaviour или Behaviour HTTP. Тоже, я думаю, как пример, это довольно показательно. Ну, смотрите, я зараз просто в митинг-руме, я могу какие-то приклады такие жесткие, там, знаете, в секретных файлах, там, черненьким маркером замалевано, там, какие-то там PI data. Я что-то таки спробую понаходить, и просто как фоллоуап на цей митинг вишлю всем приклады. Ну, типа, якийсь маленький проектик, выкладываю себе на аккаунте на гитхабе, покажу, как воно, ну, как воно есть. Может, в Саше тоже есть какие-то такие штуки, ну, было бы классно, как бы ты поделился. Дуже дякую. Ну, у меня, к сожалению, нет но если не убедиться, то, как это будет. Ну, и, в общем, это просто гидко, Я как-нибудь,